В Олегминском районе люди пешком и на машинах перебираются по замерзшей реке. Это стало понятно инспекторам ГИМС и ГИБДД района после очередного рейда. Они обнаружили следы, ведущие через замерзшую реку. Но самих нарушителей поймать, что называется, за руку не удалось. Подробности далее. Стандартная процедура. Контроль по движению автотранспорта вдоль реки на самом деле имеет большое значение. На период ледостава город Олегминск связывает со столицей лишь рейсы самолетов. Тем не менее, первые машины двинулись в путь. 6 ноября на пульт диспетчера ЕДДС поступала информация о том, что на Малой речке Намана провалилась легковая автомашина. В связи с этим еще раз напоминаем, что выезд на реки до официального открытия зимника строго запрещен. Несмотря на то, что дорога идет вдоль береговой линии, местами путь преграждают Малые реки, где лед только-только начал формироваться. В этих местах большая опасность провала автотранспорта. Сегодня был проведен рейд о совместном патрулировании по реке Лена. Были осмотрены места массовых людей. Были проверены ВСТВО, газопровод, тоже где у нас село Солянка. И возможные могут выходы быть выезды от транспортных средств на лед. С 12 ноября река встала, но ледяной покров тонок не только для техники, но и для людей. Тем не менее, случаи перехода пешеходами уже были. Совместный рейд на этот день не выявил нарушений, но многочисленные следы от колес убедительно свидетельствуют – выезды были. А посему ГИМС еще раз убедительно предупреждает – не стоит рисковать жизнью и техникой. Такие выезды опасны. Елена Фаст, НВК САХ, Олег, Минск.